И всем привет, мы продолжаем играть первоклассного адвоката и продолжаем мы главу номер 2, делая о сёстрах. И кажется мне, что возможно в этой серии мы как раз таки её и завершим. Что удивительно на самом деле, тут здесь, тут здесь главы кажутся не очень длинными, но может только начало, поэтому, поэтому будущее может быть и побольше. Потому что есть всякие досье, вот например вот эти, а посыльный 26 лет. Талантливый, но безжалостный прокурор, готовый на всё ради обвинительного приговора, блин, не очень приятный парень, похоже. Возможно да, в будущем будет подлиннее главы, посмотрим. Итак, ну я могу это доказать прямо сейчас. А что доказать, конечно же, я не помню, как обычно. Может доказать она. Вот, жаль здесь нет такой кнопки, чтобы посмотреть предыдущие диалоги, вот это правда. Очень жаль. Да вы шутите, быть не может. Может, говорю вам, может. О, я уверяю вас, я это серьёзный мистер адвокат. Только надо больше ничем трясти. Хотя у тебя только глаз трясётся. А, блин, опять я пропустил диалог. За что? Так, значит, убийство произошло примерно в 21.00, да? Ах, но ведь именно в это время мой номер обслуживал тот симпатичный посыльный. А она нашла на кого другого скинуть. Вину, похоже. Обслуживал. И типа он подкинул ей эту отвертку, точнее подслушивающее устройство. Не говоря уже об отвертке, которую мы видели, собственно. Которая, очевидно, была откручена. Раскручен телефон. По-моему, я попросил его принести кофе со льдом. А кофе со льдом такое вообще бывает? Первый раз такое слышу вообще. Разве кофе обычно не пьют горячим? Ты понимаешь, что такое кофе со льдом? Вот как раз таки я не понимаю, что за кофе со льдом. Кто вообще такое пьёт? Это как обычный кофе, только там есть и лёд. Если его быстро не выпить, то лёд расстает и получится просто остывший кофе. Мне кажется, да. Так оно и работает. Кофе со льдом? Кофе со льдом получается. Думаешь, я всё выдумала? Спроси посыльного. Посыльного подмигнула. Патит подмигивать, я не куплюсь больше. Ты преступница. Сообщница, по крайней мере. Следовательно, свидетеля не было на месте преступления во время убийства. Низкий поклон. Что это за лицо такое было у него? Итак, чему же это нас привело? К остывшему... Кофе. Нас это привело... Нас это привело... Я не знаю. А, я не знаю, что это вообще должно значить и почему мы так должны это слушать. К моему глубокому сожалению, я должен сообщить вам, что... Что... Свидетель действует... Действительно, подслушивала на телефоны разговора погибшей. Окей. Так ты за нас или против нас? Тук. Но, это отдельное преступление, связанное с рассматриваемым... Рассматриваемым делом. Окей. Ее показания остаются в силе. Она видела, как подсудимая Майя Фэй совершила убийство. Опять же, без... Каких-либо доказательств. Опять же. Но, мы верим на основу всем. Нет, они же сейчас отпустят ее все на все четыре стороны. Отпустят или опустят? Эээ. Куда-то они ее отпускать собираются. Надо никого отпускать. Еще рано. Суду еще в самом разгаре. Я проиграю, если не докажу, что мисс Мэй как-то замешана в этом убийстве. В стороне защиты есть что сказать. Эммм... Ну, давай же придумай что-нибудь. Вызвать посыльного как свидетеля. Продолжить допрашивать мисс Мэй. Эээ. Кстати, вот это... Интересно. Интересный выбор, на самом деле. Что должен, по идее, привести к разным последствиям. Продолжить допрашивать мисс Мэй. Посыльная, мне кажется, ни при чем здесь. Поэтому, наверное, стоит допрашивать ее дальше. Она пытается нас запутать этим самым посыльным, скорее всего. Так, ладно, давайте продолжим. Мистер Райт, позвольте поинтересоваться, чем еще вы хотите спросить? Да, мисс Мэй уже призналась в подслушивании телефона разговора. Но это никак не связано с рассматриваемым делом. Делом об убийстве. Вам не доказать, что здесь есть какая-то связь? О, уж поверь, уж поверь, мистер Майлз. Эджворд, мне есть еще что-то, как доказать это? Черт, думай, нельзя, чтобы все так закончилось. Но у меня нет никаких доказательств. Тогда, полагаю, перекрестный допрос окончен. Нет, остановитесь, остановитесь. Еще рано, рано заканчивать. Мистер Эджворд, страна меня не желает вызвать другого свидетеля. Нет, ваша честь. Это все. Что? Ну, тогда получается... Он такие лица делает, это просто 10 из 10 первоклассные лица у него. Майя виновна. Подождите, ваша честь. Да, мистер Райт. Страна защиты все же желает вызвать посыльного. Окей, то есть... По сути, мой выбор ничего не решил. Окей, я так и думал. Ц, ц, ц. Ц, 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 ц. Как я и думал. Как я и думал. А? Позвольте напомнить, уважаемый мистер Райт. Если вы вызовете посыльного, я ли вы не смею подтвердиться, то что у нас потом еще... Когда тот же миг ваш клиент, мисс Майя Фэй, будет признана виновной. Почему? Почему? Остановитесь. Где доказательства какие-либо? Или что-то не понимаю. Или... А, или в суде так и работает все, что без доказательств каких-либо на... Одных лишь сведениях свидетелей якобы решаются суды? Я что-то явно не понимаю, если так все и работает. Ну, с другой стороны, типа, если у нас нет доказательств того, что она как-то виновна, то... По сути, у них также нет доказательств того, что она не виновна. Точнее, что она не лжет. Поэтому... Ну, тогда кто прав, в конце будет, если мы никак не можем подтвердить наши точки зрения. Просто решим за неимение доказательств того, что она виновна, Майя. Видимо, я не разбираюсь в судах, мне кажется. Вы готовы принять мое условие? Эджворд. Он загнал меня в угол. Но другого выбора у меня нет. Да, поклон головы. Я принимаю ваши условия. Тук-тук. Хорошо. Вызовите посыльного отеля Гейт Уотер в качестве свидетеля. Вызовите. Но это все лучше, чем вот эта... Лгуния мелкая. Полагаю, мы готовы выслушать свидетеля. Он и правда выглядит как посыльный. Посыльный, окей. Ну и странное, странное, конечно, описание его. Посыльный. О, вау. Вау. Он и правда выглядит как посыльный. Он прям посылки... Прям нам посылает что-то. Прям в зале сюда. Интересно. Интересно. Да, сэр? Вызвали меня во время работы, сэр. Я воровал вам служить. Окей. Кто интересное место тебя сейчас там находится на работе? Этот чайный сервис выглядит довольно тяжелым, так что без дальнейших церемоний. Свидетель может начать дать дачу показаний. Хорошо, сэр? Да, довольно тяжелый, я согласен. Он еще пальцами ее держит. Вау. Я работаю посыльным в чудесном отеле Gatewater, существующем вот уже 4 поколения. Интересно. Насколько я помню, после 20.00 я получил позвонок от нашей постоялецы Мисс Мэй. А что если он тоже какой-то подкупный, подкупный посыльный? Она попросила, чтобы ровно 21.00 ей принесли кофе со льдом, сэр. Серьезно, кто пьет кофе со льдом? И что изменится того, что если будет в горячем кофе, будет лед? Что изменится? Ради чего туда лед ложить? Вау. Интересно, как он с ним флиртует. Необычно. Даже шепчет ему что-то. Разумеется, я принес кофе ей точно в указанное время. И передал его непосредственно самой Мисс Мэй. Окей. Допустим. А по данной стороне защиты может начать прекрасный допрос. Это все? Что-то он немного показаний дал на самом деле. Но хотя что он еще может сказать, кроме этого? Да, я готов. Надеюсь. И надейся. Сейчас все решится. Будь уверенным. То есть, это таки первоклассный. Первоклассный адвокат. Если я не смогу доказать, что Мисс Мэй замечен в убийстве. Майк конец. Ну, по сути, ее в колонию посадят. Не знаю, на сколько ее посадят. Но мы этого не допустим, само собой. Обслуживание номера 303. Перекрестный допрос. Окей. Итак, я работаю посыдно в чудесном отеле Гейт Уоттер. Существующем уже вот четыре поколения. Окей. Вода. Вода. Насколько я помню, после 27.00 я получил звонок от нашей постояльницы Мисс Мэй. Постояльца? Стоп. Постояльца. Она же сказала, что... Она заселилась в отель как раз таки только в тот день. А ну-ка, стоять. Уверен, уверен, что это была Мисс Мэй? А... Не понял, как это он, может быть, не уверен. Она ему позвонила, и ему кто-то позвонил, типа... Конечно, сэр. Почему вы так уверены? Я лично зарегистрировал... Зарегистрировал Мисс Мэй, сэр. И не только увидел ее во всем ее поразительном великолепии, но и услышал ее голос. Поразительное великолепие, да? Окей. Это тоже входит в твою работу посыльного, наверное. А потом я увидел их и... Их. Хм. Эх, эх, эхм. Эти большие-большие сведения ее, которые она несла на себе. В целом, я хочу сказать, что весьма хорошо ее запомнил, сэр. Ох, не представляешь, насколько мы с тобой похожи. Как я ее хорошо запомнил. Так, что было дальше? Эээ... Окей. Куда дальше-то? Она просила, чтобы ровно в 21.00 ей принесли в кофе со льдом, сэр. Ровно в 21.00. Окей, а ровно в 21.00. Ну, допустим. Допустим. Разумеется, я принес ей кофе в точно указанное... В точно в указанное время. Время. Я передал его непосредственно самой мисс Мэй. У этого посыльного нет причин лгать. Но в ее показаниях должно быть что-то, что окажется на меня на руку. Надавлю ее на него и выведу его на чистый чаек. Ха, ага. Ха, ха, ха. То есть на чистую воду. Да, нам на воду лучше выводить. Я работаю посыльно в чудесном офисе. В отеле. В офисе, само собой, в отеле. После 21.00 я получил звонок от нашей постоялецей мисс Мэй. Но давайте спросим про это. А ну-ка, стоять. А, стоп. Нет, нет, это не то. Я уже это нажимал. Да, он увидел их. Потом, окей. В 21.00 принесли кофе с льдома. Я почему-то постоянно называю 20.00. Окей, допустим. Ровно в 21.00, значит. Да, я несколько раз уточнил этот момент. Мисс Мэй смотрела передачу по телевизору, хотела выпить кофе, которая закончится с сэром. 21.00, время убийства. Разумеется, я принес ей кофе в точно указанное время. Я передал его непосредственно самой мисс Мэй. Блин, я так и это все. Работает по ссыльным в отеле. Но это вряд ли какой-то... Можно надвить его на его... На него по этому поводу. В 27.00. Окей, давайте испортим это. А... Да, я не сказал... Стоп. Стоп, я же это насмотрел. Так, дальше. Точно указанное время. Именно, точно и аккурат в это время, сэр. 21.00. Вы в этом уверены? Весьма была весьма настоятельна на том, чтобы кофе принесли именно в это время. Окей, как-то подозрительно. Именно в это время. Разве я вообще... Важно, сколько его принесут. Главное, чтобы принесли. О, посыльный. Хи-хи. Я хочу, типа, кофе с льдом себе в номер ровно в 21.00. Это так... Так, полагаю, ее цитата. Нечто в этом роде, сэр. Поэтому, как только часы показали 21.00, я постучал в ее дверь, сэр. Почему она требовала такой пунктальности? И правда, почему же? Я передал ее непосредственно мисс Мэй. Самой мисс Мэй. И последнее. Вы точно уверены, что это... Это была именно она? ВВС, сэр. ВВС. ВВС. Да, сэр. Это означает мне всякого сомнения. Это одно из моих фирменных выражений. Вау. Ты профессионал какой-то. Почему вы так уверены? Ну, когда я принес ее кофе, сэр... Она, в смысле, постоялец, сэр, подарил мне амбрасе, сэр. Амбрасе? Это что-то по-французски? Амбрасе. Что-то это не очень приличное, кажется. Хотя я даже не знаю, что именно. Да, целовать, сэр. Но это был не французский поцелуй. О, окей. Хотя бы так. Это просто... Простой чмок в щечку. Зачем мне это делать? Полагаю, что она, вероятно, была сразу же очарована моими изысканными манерами, сэр. О, да. Говори себе это, говори себе. Это был момент, который я сохранил в памяти на всю свою жизнь, сэр. Жесть. Настолько он... Настолько он... По-моему, это звучит подозрительно. Думаю, нашим смеем что-то замышлял и хотел, чтобы посыльно ее запомнил. Окей, мы не нашли никаких улик, что ли? Бесполезно. Я ничего не нашел. То есть мы никак не могли надавить его какой-то уликой. Окей. Это конец? Или я проиграл игру? Ц-ц. Нагнестого осознали? Этому посыльному не зачем лгать? Ну, блин. Да что ты говоришь? А теперь. Если вы обладаете хоть какими-то прилищами, то прекратите этот утомительный допрос. Он и правда был мне несколько утомителен. Да. Да ты что? А ты хотел чего? Тут захватывающих каких-то действий? Я не знаю. Бесконечного экшена? Что ты еще хочешь от меня, судья старый? Старичок. Свидетель может быть свободен. Блин. Я не могу позволить ему уйти. Протестовать. А ну-ка. Протестую. Стойте, прошу, подождите. Только не начинай его умолять, пожалуйста. Да, сторона защиты желает что-то добавить. Последний вопрос. Позвольте задать ему последний вопрос. Протестую. Хватит протестовать мне. Я протестую. Моя очередь протестовать. Ваша честь, я протестую. Это издевательство над судом так слишком затянулось. Постойте, мистер Эджворд. Хорошо, мистер Райт. Разрешаю вам задать еще один вопрос, но не более. Ладно. Будет сейчас это все точно решится. Это мой последний шанс. О чем мне его спросить? Кровать Мисс Мэй. Ох, ох, ох. Как же я хотел бы знать побольше о ее кровати. Но... Кровать Мисс Мэй. Но, думаю, это... Можно спросить его будет после суда. Уже непосредственно. Хотя, наверное, уже не зачем будут спрашивать. Заселение в отель. Окей. Я ставлю все свои сбережения. И... Гордость адвоката на первый вопрос. Я все не ошибся. Расскажите мне заселение в отель. Расскажите, как вы зарегистрировали Мисс Мэй. О, ладно. Хорошо, сэр. Сразу же подумал о том, что она была очень-очень красива. Ну, я так полагаю, многие так думают. Она в моем вкусе, так что, правде говоря, я был разочарован. Ясно. Окей. Прошу прощения, но почему вы были разочарованы? Ну, я не лишен обаяния, сэр. Но даже мне не сравнится с ее ухажером. Ага. Вот тут-то она и попалась. У меня был кто-то в отель, в номере. Что он сказал? Тук. Что вы сказали? А... Да, что ж. Посыльный. Скажите нам правду. Бесмы, заселилась в номер не одна. Тун-тун-тун-тун. Жесть. Протестую. Начинается, начинается экшен. Который так хотел судья. Судья я протестую, потому что... А почему бы и нет? Вот так и работает знаменитый, самый крутой прокурор в стране. А почему бы и нет? Протест отклонен. Свидетель ответит на вопрос. Я не знаю. А это отмалывается тоже какой-то клоун или что вообще? Что еще происходит? Почему бы и нет? Хорошая причина. Эээ... Да, хорошо. Тук. Почему вы не упомянули об этом в своих показаниях? Ну, сэр, вы не спрашивали? Ай, правда. Очень смешно. Тук. Обычно люди рассказывают об этом... О таком безосяких просьб. О, да, разумеется. Действительно. На самом деле, ну... Это любезный прокурор, мистер Эджвард, он... Он заплатил ему. Он попросил меня не упоминать об этом, если меня не спросят напрямую, сэр. Вау. Какой же он... Какой же он грязный прокурор. Вот посмотрите на него просто. Он просто так протестует без всякой причины. Подговаривает свидетелей. Понятно все. Уводить этого просто мерзавца. Посмотрите, какие у него просто методы. Это жесть. Все понятно с ним. Глупец. Все понятно с этим... С этим Майлзом. У меня получилось. Я победил. Я не сомневался в себе, Феникс. Мистер Феникс. Мистер Райт. Мисс Эприл Мэйп заселилась в номер на двоих вместе с неким мужчиной. Верно? Да, сэр. И значит, когда вы обслуживали номер, тем там этого мужчины не было. Вы правы, сэр. Ваша честь. Ваша честь. Вы только что узнали, что в этом деле замешан еще один человек, который может быть убийцей. В свете этого нового факта я настаиваю на том, что продолжать процесс невозможно. Да, убирайте всех этих Майлзов и прочих женщин. Вы согласны, мистер Эджворд? Да, он прям в ярости сейчас. Кто? Кто по-вашему убил Мэйфэй? Очевидно же, что... Мисс Эприл Мэйп посыльный. Ааа. Главный дворецкий был убийцей в итоге. Как оказалось. Как это обычно бывает. Кто был с Мисс Мэй, очевидно. С Мисс Мэй. Мужчина, который заселился в номер вместе с Мисс Мэй. Какой клевый трек здесь, конечно, играет. О! Ваша честь. Как мы узнали, Мисс Эприл Мэй прослушивает телефон жертвы. При этом у самой мисс Мэй есть алиби на момент убийства. Тук. Тем не менее, это не занимается подозрения с мужчиной, который остановился вместе с ней. Во время убийства посыльно я не видел его в том номере. Как вы все легко придумали. Но это уже слишком поздно. Слишком поздно? Ага, не смеши меня. Не смеши меня, мистер Эджворд. Да. Кажется, вы выдаете желаемое за действительно мистер Эджворд. Ох, как же он будет в ярости просто. Я чувствую. В конце концов, именно вы вскрыли от нас присутствия в деле этого мужчины. Ах, удар прямо в сердце. Я слышал, как он пронзился ему в сердце. Наш клинок. О! Мисс Качка. Дилетант. Блин. Ах, такой, конечно, противный этот Эджворд. Эти обвинения. Абсурдные. Тук. Довольные. Суд признает и поддерживает аргументы стороны защиты. Я ожидаю, что обе стороны тщательно изучат это дело. Окей, только я говорил о том, что... О том, что главы слишком короткие. А тут оказывается, что суд еще и... Как это сказать-то? Отдаляется на неопределенный промежуток времени. Вы меня поняли? Да, вздох. Да, ваша честь. На этом мы заканчиваем сегодняшний процесс над Нисмайей Фей. Судебное заседание объявляется закрытым. Тук. Само собой тук. Финальный тук. Ну что ж, можно сказать, это был успех. Хоть и не полноценный. Но мы держали верх над этим жуликом и прохиндеем Майлзом. Коему он оказался в итоге. Вестибирь подсудимых. Опять мы здесь. Мистер Райт. Выступили просто потрясающе. Да, спасибо. Не надо. Не надо оваться. Не надо восхищений. Правда? Мне кажется, я ваша новая поклонница. О, первые фанаты. Вау. Поздравляю, Феникс. Ой, ну знаешь, я просто выполняю свою работу. Хе-хе. Где-то тот прокурор... Прокурор тоже был довольно крут, но... За исключением некоторых моментов, что он не очень честно выступает. А? Ну и лицо у него было... Глаза распахнули, губы дрожат. Да, похоже, ему не очень понравилось наше выступление. В отличие от тебя. У меня аж мурашки по спине побежали. Хм, допустим. Допустим, просто допустим. Так что теперь со мной будет? Мне отпустят домой? Э-э-э. Насчет этого. Э-э-э. Рано еще. Ну, еще нет. Я так не думаю. Пока еще рано. О, понятно. Но сегодня я напал на след. На след? Тут мужчина, заселившийся с мисс Майей. Он ключ ко всему. О, вот оно что. Кстати, а что теперь будет с мисс Мэй? Я слышал, что ее арестовали. Кажется, она начала понимать, что обаяние спасет ее не везде. Ну, так ей надо, по делам. Она сейчас в следственном изоляторе. Возможно, позже мне придется ее навестить. Ох, я представляю ее лицо там, какое у нее будет. Она явно тоже не в восторге от исхода сегодняшнего заседания. В любом случае, это дело только начинается. Окей, окей. Вот, оказывается, куда будут дела растягиваться. Не первым заседанием они будут ограничиваться. Так точно, сэр? О, какое серьезное лицо. Я собираюсь побольше узнать об этом человеке. Думаете, он... Возможно, сестренка. Не переживай, найду его к завтрашнему дню, обещаю. Я на вас рассчитываю. Не переживай. Мы... Муж начали это дело, поэтому... Мы вот завершим. Доведем до конца. Я попросил полную запись показаний мисс Мэй. Потому что они могут пригодиться на завтра в суде. Но теперь, когда запись у меня на руках, я уже не так уверен. Большая часть ее показаний ложь. По сути... По сути от ее показаний там вообще мало что осталось. Показания мисс Мэй добавлены в материалы дела. Но теперь буду всех называть мисс... Мисс Мэй. И мисс и мистер. Это уже прям приелось мне. К любому имени подставлять эти... Эти... Местоимения. Мейф я уклонилась от удара и побежала право, но и так далее. Убрай... Ударили насмерть. Не знаю, помогут ли они мне вообще. Ладно, пора пошавырнуться по улицам и заняться расследованием. Моя не место в изоляторе. Только я могу ее оттуда вызволить. Прошавырнуться по улицам, куда это мы собираемся. Продолжение следует, вау. Да уж что, продолжение следует. Ааа... Окей. Я посмотрю, где мы начнем. 7 сентября, 15.11. Следовательный изолятор. Комната для посетителей. Сразу к мисс Мэй пойдем мы. Ой, приветик. Не очень-то она и расстроилась, если честно. Может, она просто скрывает это. Не ожидала, что меня здесь нависят в таком промозглом месте. Знаешь, это так трогательно. А это ты хотел услышать. Ты вонючая адвокатушка. Надеюсь, ты помрешь. Я так и думал. Я так и думал. Не сомневался тебя ни на секунду, мисс... Мисс Мэй. Мы уже поняли, кто ты на самом деле являешься. И лицо у тебя не очень привлекательное. Если честно. Понасмехаться явился. Давай, смейся подповерженной мисс Мэй. Она даже сама себя называет мисс Мэй. Как я могу не называть ее так? Нет, дело не в этом. Я хотел кое-что спросить. К сожалению, я не хочу, чтобы меня о чем-либо спрашивали. Когда же ты меня отменять станешь? Ты дикобразно недоделанный. Ну, пошло-поехало. Прошу, успокойтесь. Вы охранника пугаете. Ну, мне кажется, он не особо... Ему не особо какое-то дело до этого есть. Он просто стоит как вкопанный. Который день уже здесь. Ну и что ты хотел мне спросить? Для начала, когда вы успели стать настолько ненормальной? Вау, ну это немного грубо. На самом деле. Всех разные обстоятельства в жизни происходят, поэтому... Не стоит так... Не стоит так... Отзываться о человеке. Ладно. Я так понимаю, это ее главная тема. Сейчас будет... Довольно... Такая добренькая вся музыка, то есть... Вы поняли. Тут мужчина. А что если он не мужчина? Почему сразу мужчина? Значит, этого мужчины, с которым вы снимали номер в отеле. Можете рассказать мне о нем? Где он? Ну же. Губу раскатал. Хм. Было бы мне что-нибудь, что могло бы заставить его говорить. Окей. Послушивающее устройство. Зачем вы попросили послушивать... Попрос... Ааа. Что я вообще сказал? Зачем вы прослушивали телефон мисс Мэй? Попросили, на. Кого просить-то? Ну, не надо говорить с таким холодом. Будто я преступница, как... Преступница какая? Ну. На... А это... В одном шаге ты от того, чтобы стать преступницей, если честно. Эм. Прослушивание телефонов это преступление, мисс Мэй? О, наверное, ты узнал об этом в адвокатском институте, да? Придурок. С этой женщиной просто невозможно говорить. Ваше поведение. Окей. Почему вы такая злая? По-моему, не похожа на плохого человека. Не. Как раз таки такие самые плохие оказываются. Кто же достал меня гад ползучий? Мерзкий адвокат. Не стоит судить людей по внешности, мистер... Мистер Феникс. Я думаю, ты должен узнать... Должен знать этот урок. Гад ползучий? Не понимаю, он не видит всех адвокатов или только меня? Ааа. Окей. А чем изучать-то будем? А вот этого охранника? Не разу не шевельнулся. Настоящий профи. Либо им здесь не часто удаётся видеть женщин вроде Мисс Мэй? Окей. А что говорит-то ей? Ааа... Можете что-то... А, показать надо. Может показать и что-то... Ааа... Нет-нет-нет-нет-нет. Нет-нет-нет-нет. Показать-показать. Ааа... Пом-пом-пом... Пам-пам-пам... Пам-пам-пам... Окей. Ой, знаешь что? Скажу тебе по секрету, но ты Ну, ты меня просто бесишь Поэтому сгинь, потому что ты видишь ли Я с тобой сторонничать не собираюсь Ага, спасибо, я заметил А, окей Окей, мы там тоже нет Может это? Или нет? Куда нам надо идти-то? А, батарею можно сходить, кстати Можно сходить в его отель Давайте пора мучить еще показать И может не какая-то другая реакция будет А, это уже нажимал Нажимал Окей, окей, окей Окей, окей, окей Похоже, она не хочет со мной кооперироваться Как насколько я понял К сожалению Ну тут придется интимерно в отеле Гейт Уотер 7 сентября Отель Гейт Уотер О, сэр, добро пожаловать Должен признать Вы себя сегодня прекрасно показали О, спасибо Почему не постоянно Она подносит одни и те же предметы Одни и те же печеньки Эх, еще печенек Простите, что пришлось Вас тогда путать Нет-нет Вам не за что извиняться, миссер Сегодняшними действиями Вы только улучшите Реноме нашего отеля Вау А, реноме Это что-то по-французски Да, репутация Мы станем известны Какая-то лидия убийца Прослушивала до телефон жертвы Эх, не хочется тебя расстраивать Но мне кажется Это наоборот Не в Не в копилку пойдет Вашему отелю А за этот номер Можно брать Как за номер класса люкс Прекрасная бизнес-идея, сэр Ну Возможно Какие-то любители Найдутся и правда Погодите Мисс Мэй же не обвиняли в убийстве О, я тоже прославлюсь Посыльный, что принес убийцу Кофе со льдом В общем, у меня такое чувство Будто мы оба застряли В каком-то дурном сне Поэтому вы наш почетный гость Прошу дайте мне знать Если вам вдруг что-то понадобится Окей, а Изучим мы Этот отель Этого Посыльного Как его называют здесь В следующей серии А на этом мы закончим И всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал Оставляйте ваши комментарии Ставьте лайки Если вам понравилось это видео Вступайте в группу ВКонтакте И до скорой встречи всем И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok